Помазание — это способность от Бога. Иисус делал акцент на том, что верующий может быть подобным Богу в характере, также в духе и в проявлении силы. Я хочу, чтобы вы усвоили вот что. Иисус сказал, что мы можем быть подобными Богу в характере. У нас есть плоды духа, и мы можем быть подобными ему в духе и в проявлении силы. Это сила, дающая способность. Есть поток Божьей любви и Духа Божьего, и этот поток течет через человеческие сосуды. Помазание Святого Духа над вашей жизнью — это ключ полноте и завершенности жизни. Именно помазание есть ключ к полноте и завершенности вашей жизни. Уровень помазания определяет продуктивность Божьей жизни в мужчине или женщине. Один из моментов, о котором мы говорили на позапрошлой и прошлой неделе, мы начали показывать вам связь между любовью и Святым Духом. Каждый раз, рассматривая этот вопрос, мы отмечали, что в день, когда вы родились свыше, и Дух Святой стал жить в вас, согласно посланию к Римлянам 5.5, любовь Божья излилась в ваше сердце Духом Святым. Поэтому невозможно отделить любовь Божью от Святого Духа, от помазания и силы Божьей в вашей жизни. До того, как мы начнем, я хочу, чтобы вы поразмышляли о слове «сила». Сила — это способность получать результаты. Итак, Божье помазание в вашей жизни для победы. Для того, чтобы одерживать победы и добиваться результатов в вашей жизни. Поэтому каждому верующему необходимо помазание для совершений, для успеха, духовного прорыва, исполнения дел. Без помазания ничего не получится. Оно просто необходимо для плодотворной христианской жизни. Поскольку это так, мы решили делать вот что. Мы знаем, что должна быть связь между тем, чтобы любить Бога всем сердцем, всей душой, всем разумом и силой, и ближнего, как самого себя. Есть связь между моей любовью, моим хождением в любви и моим хождением в силе. Если в моем хождении в любви есть недостаток, тогда в моем хождении в силе, в моей плодотворной жизни, будет недостаток. И вот поэтому враг нападает на отношения. Не только на отношения в браке, но и на любые отношения. Кто-то может рассердить вас или вызвать ссору. Враг использует эту ситуацию, потому что он влияет на вашу жизнь. Потому что он влияет на вашу жизнь любви и жизнь силы. А когда затрагивается ваша жизнь силы, это влияет на результаты, которых вы достигаете как христиане. Когда вы побеждаете в жизни, это сила. Когда вы одерживаете победу, это сила. Я не хочу, чтобы вы путали помазание со сверхъестественными проявлениями на церковном служении. Вы знаете, есть помазание на исцеление, но также есть помазание делать то, к чему вас призвал Бог. Есть помазание исполнять то, что вы делаете. Кто-то задаст вопрос, «А как сказать, помазанное — это дело или нет?» Когда вы побеждаете на работе, когда вы получаете результаты, когда дела делаются, это все благодаря помазанию Божьему. А об этом мы и говорим. Помазание для победы, помазание для достижений, помазание для успеха. Слова благословения и помазания взаимозаменяемы. Слова благословения и помазания взаимозаменяемы. Говоря о благословенной жизни, вы говорите о жизни достижений, о жизни совершений, о жизни побед, о жизни, в которой есть результаты. Мы не хотим воспринимать помазание больше как фантазию, теряя из виду практическую часть. Оно должно присутствовать в нашей повседневной жизни. Когда помазание начинает действовать через нас, мы добиваемся успеха. Мы получаем результаты. Мы побеждаем. И сейчас самое время побеждать. Правильно? Прямо сейчас. Нам нужна победа в каждой сфере жизни. Поэтому я решил, что сейчас самое время для детальной серии о помазании. Так что давайте начнем сегодня, если не возражаете. Не знаю, как вы, но мне нравится хорошее изучение Библии. Итак, давайте начнем. Приступим к делу. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 26 стих. Прочтем его вместе. Иоанна 14, 26. Готовы? Читаем. Утешитель же, я не дал вам время открыть, простите. Иоанна 14, 26. 14, 26. Готовы? Читаем. Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Хорошо, внимательно посмотрим на то, что сказано в 26 стихе. «Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, послал ли нам Отец Святого Духа?» Он здесь, правильно? Теперь мой вопрос, где Он? Если вы христианин. Если вы рождены свыше. Он в вас, правильно? Но Он в вас не потому, что вы говорите на языках, правильно? Он в вас, потому что в день, когда вы родились выше, вам было обещано, что Бог изольет Святого Духа в вас, изольет в вас свою любовь Духом Святым. Говорение на языках — это проявление того, что Дух Святой в вас, но не единственное проявление. Есть много, что Он проявит в вашей жизни, будучи в вас. Повернитесь к соседу, укажите на него и скажите «Он внутри». Хорошо, повернитесь в другую сторону и скажите «Мне нравится эта часть». Вы обладаемы Духом Святым. Разве это не благая весть? Кто-то скажет «Я знаю этих людей, в них есть что-то еще помимо Святого Духа». Но Дух Святой в них побеждает. Давайте будем верить в лучшее. Теперь я хочу задать вам вопрос, касательно 26 стиха. «Утешитель, который есть Дух Святой, Отец послал его нам во имя Свое». И теперь вопрос, что согласно этому стиху Дух Святой будет делать после того, как Он был послан? Он что? Научит вас всему и сделает что? Он чему-то научит нас и что-то напомнит нам. Итак, Он научит нас чему-то и напомнит нам что-то. Это чудесно, потому что теперь я знаю, что Дух Святой будет частью этого душевного явления. Это будет моим успехом в жизни. И послушайте, мы говорили об этом на прошлой неделе. Есть такие дела Божьи, о которых нельзя забывать. Есть то, что необходимо помнить. И Дух Святой напомнит вам определенные ключевые моменты. Хорошо. Итак, Дух Святой был послан нам. Он был послан нам, чтобы научить всему и напомнить все. Иисус очерчивает границы. Он научит вас и напомнит вам все, что Я говорил вам. Вспомните, что эти слова значат. Дух Святой научит вас тому, что говорил Иисус. Он начнет открывать нам определенные вещи. Теперь посмотрим первое послание Иоанна, вторую главу. Когда откроете вторую главу, посмотрите 27 стих. Давайте прочтем его вместе. Готовы? Читаем. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание, учит вас всему, и оно истинно и не ложно. То, чему оно научило вас, в том пребывайте. Хорошо, вы понимаете, что здесь Иоанн не имеет в виду, что дары пятигранного служения не нужны. Знаете, это место надо читать в правильном контексте. В то время возникло много ересей и лжеучений. И поэтому необходимо было обратиться к христианам, которые ходят в помазание, и сказать, «В вас живет учитель». Поэтому, когда вы слышите что-то неправильное, он наставит вас на всякую истину. Он покажет вам. Он даст вам подтверждение тому, что вы слышите. К примеру, я призван Бога учить вас Слову Божьему. Но в вас живет Святой Дух, который не только свидетельствует о том, чему я учу вас, но также дает вам откровение, тем самым наставляя вас на всякую истину. Понимаете, одно дело, что я учу вас истине, но вам необходим Святой Дух, чтобы Он вел, направлял вас, напоминал вам все. Таким образом, дело Святого Духа помогает вам в практических моментах жизни. Так что Он наставник. Как мне использовать эту истину? И тогда Дух Божий приведет вам на память то, чему вас учили из Слова Божьего. Вы спрашиваете, «Боже, как насчет этого?» И Он дает вам откровение о том, чему вас учили из Слова Божьего. Библия говорит, «И я говорю вам о дарах служения в церкви». Это апостол, пророк, пастор, учитель, евангелист и еще кто-то. Забыл. Или я все перечислил. Апостол, пророк, пастор, учитель и евангелист. Да, это дары служения, которые Бог использует, чтобы учить нас. Так что не отрывайтесь от контекста и не говорите. А в Библии сказано, чтобы учить Меня, человек не нужен. И потом вы, наполнившись такими мыслями, начинаете говорить какие-то нелепые мысли из-за того, что в этом вопросе вы впали в заблуждение. Так что вот о чем Он здесь говорит. Я хочу объяснить, что это помазание. Вы приняли это помазание от Бога, и оно пребывает в вас. Теперь давайте соединим вместе 14 главу Евангелия от Иоанна и 2 главу 1 послания Иоанна. В день, когда вы приняли... Мне надо сделать еще одну вещь. Оставьте закладку на 2 главе 1 послания Иоанна и откройте 5 стих 5 главы послания к римлянам. Римлянам 5.5 Если вы там, скажите «Аминь». Вот что говорится в 5 главе. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Давайте посмотрим, что у нас есть. Вам было дано обещание о том, что вы примите Духа Святого. Он научит вас всему и напомнит вам все. В 1 послании Иоанна сказано, что помазание пребывает в вас, так как вам дан Святой Дух. Затем здесь говорится, что любовь Божья излилась в наши сердца Духом Святым. Во всех трех случаях мы имеем общий знаменатель – Святой Дух. Любовь Божья в вашем сердце. Любовь Божья в вашем сердце – Духом Святым. Дух Святой – наш учитель и помазание в нас от Святого Духа. Я хочу, чтобы вы послушали очень внимательно. Невозможно отделить любовь Божью, которая пришла от Святого Духа, и помазание Божье, которое пришло от Святого Духа, от самого Святого Духа. В день, когда вы приняли спасение, когда вы сказали «Господь Иисус, я верю в Тебя», тогда вы приняли Святого Духа. Он вошел в ваше сердце, и Он вложил в вас свои дары. Все это есть внутри вас, потому что Дух Святой живет в вас. Но вот что я хочу, чтобы вы увидели. Никогда не пытайтесь отделить Святого Духа от того, что пришло от Него. Никогда не пытайтесь отделить то, что пришло от Святого Духа, от самого Святого Духа. Не пытайтесь получить помазание без Святого Духа. Не пытайтесь иметь любовь без Святого Духа. Я хочу помочь вам сделать переоценку и развить чувствительность к Святому Духу. Я хочу, чтобы ваш разум был настроен на Святой Дух. Я хочу, чтобы вы, проснувшись утром, напоминали себе о том, что в вас живет Бог. Я хочу, чтобы вы помнили о том, что после того, как вы родились выше, сколько бы вы ни прожили, сколько бы вы ни прожили, вы никогда не будете одиноки. Дух Святой живет с вами. Он с вами говорит. Он будет вести, направлять, учить и предупреждать вас. Но также Он будет вести и учить вас. Обратите внимание, я хотел бы знать это раньше, но не знал. Он будет вести и учить вас в любви. Каждый раз, когда Дух Святой будет говорить с вами, исправлять и обличать вас, Он будет возвращать вас в границы любви. Вы помните, что сказано в 7 стихе 1 главы 1 послания к Тимофею? Нет, кажется, это 2 послание. Бог дал нам духа небоязни, но... Обратите внимание, силы — это помазание. Любви и, смотрите, здравого разума. Заметьте вот что. Любовь прямо посередине. Если вы хотите, чтобы у вас была сила, вы должны ходить в любви. Если вы хотите, чтобы у вас была сила, у вас должен быть здравый разум. Так что каждый раз, когда Он будет что-то напоминать, открывать нам, Он будет возвращать нас в границы хождения в любви, к чему мы и были призваны. Потому что сила и результаты, и достижения, и совершения, и помазания, действующие в нашей жизни для успеха, будут основаны на действии в любви. Каждый день в вашей жизни у вас будет ускушение выйти из границ любви. Но если вы выйдете из границ любви, вы также выйдете за границы помазания. Выйдете из границ силы. Дары духа не могут действовать, когда вы вышли из области. Из области любви. Даже и не думайте говорить, «Я помазан, когда у вас нет любви». Я думаю, хорошо, что любовь подвергается испытанию, чтобы вам не забыть находиться в ней. Следите за тем, чтобы пребывать в любви. Знаете, мы хотим, чтобы Дух Святой говорил нам великие и чудесные вещи. Но вот о чем Дух Святой будет говорить всегда. О том, что нам надо исправить, чтобы снова ходить в любви. Посмотрите на всю свою жизнь и вспомните, о чем Дух Святой всегда говорит с вами. Он не говорит с вами о том, как вы скажете, «Я ба-да-ба-ду». И из ваших пальцев выйдет молния. Он говорит с вами не об этом. Он говорит вам, «Тебе надо простить». Тебе надо отпустить это. Это то, над чем тебе надо поработать самому. Он всегда будет вести и направлять нас в рамки любви Божьей. Если вы позволите ему быть вашим наставником в любви, он также будет вашим наставником в силе. Вспомните иллюстрацию, которую я вам приводил. Маленького мальчика в школе Бьют. Он идет домой. Приводит старшего брата, а потом прячется за его спиной. Потому что теперь он чувствует защиту. Он прыгает за спиной старшего брата и говорит, «Ну что теперь будете делать?» Потому что его большой брат рядом с ним. И я имею в виду, он знает, что его брат любит его и готов драться за него. Но теперь подумайте. Я думаю, вот что происходит. Показывая любовь, мы свидетельствуем о силе. Понимаете, я люблю свою жену, и поскольку я люблю ее, я готов ее защищать. Но откуда исходит моя сила? Моя сила исходит из любви, не так ли? Моя любовь производит силу. То же самое и здесь. Если в вашей жизни отсутствует любовь Божья, тогда вы не увидите силу Божьей. Но когда любовь Божья продуктивно действует в вашей жизни, тогда сила Божья начинает проявляться. Вы получаете результаты, поскольку любите. Понятно? Это ключевой момент. Когда мы учим о помазании, недостаточно, чтобы мы говорили, «О, я бада-баду», о говорении на языках, о том, что мы должны возлагать руки, должны изгонять бесов, побуждать всех кричать и восклицать. Потому что вот что я вам скажу. Если после того, как закончилось служение, вы не получили результатов, помазания не было. Если единственное, что мы можем делать, это скакать, прыгать, кричать, бегать по залу и говорить, «О, у нас было помазанное время, но в итоге мы не получили работу, не можем оплатить счета, нам не стало лучше, нет результатов, нет достижений, нет свершений, нет помазания». Тогда религия предложит вам суррогат вместо подлинника. Мы потратили столько времени на суррогатные вещи, касательно помазания, что даже не узнаем, когда приходит подлинное. Мы думаем, что большое помазание, тогда, когда играет орган. Перед проповедником выстроилась линия людей, и он ходит, и от его толчков они все падают. Я имею в виду, если вы контролируете голову, вы контролируете и все тело. Вы видели, как проповедник толкает людей? Они все падают. Но ничего, кроме этого, не происходит. И я видел это. Играет орган, хор поет песню, а люди плачут, потому что не могут оплатить счета, или что-то еще. А мы называем это помазанием. Но если вы выйдете после служения все так же больны, так же страдаете, так же в смятении, ничего не изменилось, тогда вы ничего не достигли, вы ничего не добились. Это не помазание. Итак, нам надо уйти от суррогата, чтобы мы смогли узнать подлинное. Поэтому я и преподаю эту серию здесь. И поэтому я учу об этом так, как я учу. Потому что нам надо учиться от многого, чтобы увидеть подлинное. Дело Святого Духа направлять нас и учить нас о любви Божьей. И тогда мы станем людьми силы. Но если вы будете продолжать искать оправдания для того, чтобы ссориться и не прощать, силы у вас не будет. Результатов не получите. Ничего не получится. Ничего не сработает. Знаете, иногда мне хочется просто открыть вам голову и сказать, вы понимаете? Сконцентрируйтесь на любви. И придет сила. Просто любите. Я знаю, что некоторые из вас сидят и думают, «Ну да, все это понятно, но покажите мне, как правильно молиться на языках, как правильно возлагать руки на людей, чтобы я смог начать служение исцеления». Это не сработает, потому что вы все так же злитесь на жену. Вы не хотите решать проблемы. И думайте, что у вас может быть служение, при том, что вы не разобрались с отношениями. Ваше служение — это суммарный итог того, как вы разобрались с отношениями. Ваше служение — это суммарный итог того, как вы общаетесь с людьми. И если у вас нет успеха с человеком, с которым вы живете, не говорите мне о том, какой вы помазанный. Может быть, вы хороший актер и устраиваете хорошее шоу, но никто не получает результатов. А моя цель — чтобы люди понимали, что Библия работает. Поэтому эта серия для того, чтобы достигать результатов, для того, чтобы чего-то добиться в жизни. А не для того, чтобы вы, придя домой, зашли в Твиттер и написали, «У нас прошлым вечером было помазанное служение». А что произошло? Ну, один человек упал, еще один стал бегать, а другой заплакал. Ну, а где же помазание? Никто из вас не получит никаких результатов в жизни. Давайте сделаем вывод. Помазание — это не оно. Помазание — это не что-то. Помазание — это личность. Личность Святого Духа. Личность Святого Духа, леди и джентльмены, которая составляет индивидуальность. Слово «помазывать» значит «втирать». Когда я беру елей и втираю его вам в голову, я помазываю вас. Я что-то излил на вас, что-то втер в вас. «Я» — это втер в вас. Итак, мы говорим о личности Святого Духа, о том, кто помазывает вас. Аллилуйя! Время, которое вы провели со Святым Духом, повлияет на то, кто вы есть. Знаете, когда вы общаетесь с людьми, когда вы общаетесь с ними достаточно долго, их личные черты втираются в вас. Когда вы будете проводить время со Святым Духом, знаете, что будет происходить? Помазание будет втираться в вас. В вас будет втираться способность побеждать. Но если вы не проводите время со Святым Духом, а тратите на другие вещи больше времени, чем на общение с Ним, тогда то или тот, чем или с кем вы будете проводить время, будет втираться в вас. Необходимо проводить больше времени с Богом, чтобы Он мог втереть в вас свои качества, необходимые для того, чтобы вам побеждать. Все зависит от того, с кем вы общаетесь. Вы можете точно определить, с кем общаются подростки, потому что они, соответственно, себя ведут. Они приносят это домой. И вы говорите, с кем ты общался? А что? Я знаю тебя всю жизнь, и ты всегда вел себя по-другому. С кем ты стал общаться? И я вам скажу, что в девяти с половиной из десяти случаев это говорит о том, что кто-то с ними много разговаривает, часто посылает им смс, проводит с ними много времени. Что происходит? Если вы проводите с человеком много времени, личность этого человека начинает втираться в вас. Если вы проводите время со Святым Духом, проводите время в Слове Божьем, проводите время со Святым Духом чаще, чем по воскресеньям, тогда его качества втираются в вас, и одновременно он втирает в вас свой характер победителя. Вы слышите меня? Помазание. Но это помазание. Вернемся к первому посланию Иоанна 2, 27. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него. Вот что я стараюсь донести до вас. Вы хотите помазание? Вы не можете получить это качество, не имея его в себе. В вас живет Святой Дух. Библия говорит, что Бог дал его нам. У нас есть Святой Дух. Воскликните, у меня есть Святой Дух. Он здесь. Аминь. Он здесь. Слава Богу. Он пришел в тот день, когда вы спаслись. В вас пребывает. Он живет в вас. Слава Богу. Самое сие помазание. Живет в вас. Слава Богу. И оно истинно и не ложно. Слава Богу. Это помазание внутри меня. Вы сделаете себе добро, если будете каждый день повторять это. «Слава Богу за то, что это помазание во мне. Скажите это». Вам нужно развиваться. Это должно быть больше, чем душевное переживание. Пребывание Святого Духа в вас должно стать реальностью. То, что Он внутри вас, должно стать реальным. Знаете, что будет, когда вы разовьете осознание реальности Святого Духа в вас? Тогда страху будет очень трудно привиться к вам. Потому что вы напоминаете себе «Я не один». Я начинаю говорить с Ним. И знаете что? Он говорит с вами. «Я отделил время для общения с Господом». Есть время, когда я молюсь. Но также есть и время общения с Ним, когда я говорю с Богом, точно с человеком. И Он говорит со мной в ответ. Иногда меня изумляют вещи, которые Он напоминает мне, когда я разговариваю с Ним. Это и значит практиковать присутствие Святого Духа. Аллилуйя! По дороге на работу никого не подсаживайте в машину. Говорите со Святым Духом. Включите радио и говорите с Ним. «Святой Дух, мне нужно поговорить с тобой о том, что я чувствовал вчера. Мне не нравится то, что я сделал». И тут же Святой Дух начинает отвечать вам. «Ты помнишь, что я показывал тебе в том стихе Писания?» Он сказал, «Это о тебе. Ты не потратил на Него достаточно времени, чтобы сделать необходимые изменения». Я сказал, «Ну, в разговоре с Богом есть особенности. Вы не можете спорить с Ним, как это бывает с людьми. Вы говорите, «Да, ты прав. Я знаю, что Он прав. Он Бог». Есть люди, которые сразу же отреагируют так. Он говорит, «С Богом?» «Да». Да, попробуйте как-нибудь. Встретив незнакомого человека, скажите, «Господи, расскажи мне об этом человеке». Он расскажет. Вам не надо для этого находиться в каком-то особом состоянии. Вы не слышите Бога, потому что забыли о Его присутствии. Дух Святой был послан, чтобы наставить вас на всякую истину. Помазание — это не оно. Помазание — это не что-то. Помазание — это личность. Личность Святого Духа. Личность Святого Духа, леди и джентльмены, которая составляет индивидуальность. Слово «помазывать» значит «втирать». Когда я беру елей и втираю его вам в голову, я помазываю вас. Я что-то излил на вас, что-то втер в вас. Я это втер в вас. Итак, мы говорим о личности Святого Духа, о том, кто помазывает вас. Аллилуйя! Время, которое вы провели со Святым Духом, повлияет на то, кто вы есть. Знаете, когда вы общаетесь с людьми, когда вы общаетесь с ними, достаточно долго, их личные черты втираются в вас. Когда вы будете проводить время со Святым Духом, знаете, что будет происходить? Помазание будет втираться в вас. В вас будет втираться способность побеждать. Но если вы не проводите время со Святым Духом, а тратите на другие вещи больше времени, чем на общение с Ним, тогда то или тот, чем или с кем вы будете проводить время, будет втираться в вас. Необходимо проводить больше времени с Богом, чтобы Он мог втереть в вас свои качества, необходимые для того, чтобы вам побеждать. Все зависит от того, с кем вы общаетесь. Вы можете точно определить, с кем общаются подростки, потому что они, соответственно, себя ведут. Они приносят это домой. И вы говорите, с кем ты общался? А что? Я знаю тебя всю жизнь, и ты всегда вел себя по-другому. С кем ты стал общаться? И я вам скажу, что в девяти с половиной из десяти случаев это говорит о том, что кто-то с ними много разговаривает, часто посылает им СМС, проводит с ними много времени. Что происходит? Если вы проводите с человеком много времени, личность этого человека начинает втираться в вас. Если вы проводите время со Святым Духом, проводите время в Слове Божьем, проводите время со Святым Духом чаще, чем по воскресеньям, тогда его качества втираются в вас и одновременно. Он втирает в вас свой характер победителя. Вы слышите меня? Помазание. Но это помазание. Вернемся к первому посланию Иоанна 2, 27. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него. Вот что я стараюсь донести до вас. Вы хотите помазание? Вы не можете получить это качество, не имея его в себе. В вас живет Святой Дух. Библия говорит, что Бог дал его нам. У нас есть Святой Дух. Воскликните. У меня есть Святой Дух. Он здесь. Аминь. Он здесь. Слава Богу. Он пришел в тот день, когда вы спаслись. В вас пребывает. Он живет в вас. Слава Богу. Самое сие помазание. Живет в вас. Слава Богу. И оно истинно и не ложно. Слава Богу. Это помазание внутри меня. Вы сделаете себе добро, если будете каждый день повторять это. Слава Богу за то, что это помазание во мне. Скажите это. Вам нужно развиваться. Это должно быть больше, чем душевное переживание. Пребывание Святого Духа в вас должно стать реальностью. То, что Он внутри вас, должно стать реальным. Знаете, что будет, когда вы разовьете осознание реальности Святого Духа в вас? Тогда страху будет очень трудно привиться к вам. Потому что вы напоминаете себе, я не один. Я начинаю говорить с Ним. И знаете что? Он говорит с вами. Я отделил время для общения с Господом. Есть время, когда я молюсь. Но также есть и время общения с Ним, когда я говорю с Богом, точно с человеком. И Он говорит со мной в ответ. Иногда меня изумляют вещи, которые Он напоминает мне, когда я разговариваю с Ним. Это и значит практиковать присутствие Святого Духа. Аллилуйя. По дороге на работу никого не подсаживайте в машину. Говорите со Святым Духом. Включите радио и говорите с Ним. Святой Дух, мне нужно поговорить с тобой о том, что я чувствовал вчера. Мне не нравится то, что я сделал. И тут же Святой Дух начинает отвечать вам. Ты помнишь, что я показывал тебе в том стихе Писания? Он сказал, это о тебе. Ты не потратил на Него достаточно времени, чтобы сделать необходимые изменения. Я сказал, ну, в разговоре с Богом есть особенности. Вы не можете спорить с Ним, как это бывает с людьми. Вы говорите, да, ты прав. Я знаю, что Он прав. Он Бог. Есть люди, которые сразу же отреагируют так. Он говорит с Богом? Да. Да. Попробуйте как-нибудь. Встретив незнакомого человека, скажите, Господи, расскажи мне об этом человеке. Он расскажет. Вам не надо для этого находиться в каком-то особом состоянии. Вы не слышите Бога, потому что забыли о Его присутствии. Дух Святой был послан, чтобы наставить вас на всякую истину. Девушки, если вы собираетесь идти с кем-то на свидание, и даже если этот человек похож на христианина, говорит как христианин и ведет себя как христианин, вам все равно стоит обратиться к Святому Духу. Он знает, правда это или нет. Но знаете, именно христиане должны знать и ощущать реальность пребывания Святого Духа внутри. Потому что Библия говорит, что мир не может принять Его или узнать Его. Они не знакомы с Ним. Они не слышали и не видят Его. Но мы знаем Его, потому что Он живет в нас. Вы знаете, сколько мы, христиане, тратим времени на то, чтобы поговорить о том, как Дух Святой живет в нас. Это один из тех моментов, о которых Библия говорит, будьте осторожны, чтобы не упустить реальность пребывания Святого Духа. Но в реальности это одна из тех вещей, о которой мы забываем. То есть вы не проводите с Ним времени, вы игнорируете Его, пока не наступит драматическая ситуация, и мы снова начинаем искать Его, смотря на звезды. Вы не должны выходить на улицу и смотреть на звезды, чтобы быть близко к Богу. Он прямо здесь. Он ответит вам. Вы не должны кричать во все горло. Господь, мне нужно, чтобы Ты помог мне кое с чем. Я никогда не забуду, как я был за рулем. Не помню, куда ехал. По-моему, сюда. И я сказал, «Господь, проговори ко мне». И он сказал, «Я люблю тебя». А я сказал, «И это все? Я знаю, что ты любишь меня». Он сказал, «А что ты хочешь, чтобы я сделал? Чтобы я рассказывал тебе о всем великом, что я собираюсь сделать? Я и так уже рассказал тебе о том, что собираюсь делать. Ты всю свою жизнь будешь делать то, что я сказал тебе в прошлый раз. Я не собираюсь давать тебе великие откровения каждый раз, когда говорю к тебе». Вот так Бог обратился ко мне. И я подумал, «Ведь Он прав. Я еще очень далек от того, чтобы исполнить последнее великое откровение, которое Он дал мне. Последнее великое откровение я исполняю уже 30 лет. И до сих пор и не исполнил его. И чего я хочу? Хочу ли я пойти попаститься? Я пойду в горы и буду искать Господа, чтобы услышать то, что Он давно сказал мне». Вы понимаете, о чем я говорю? «Нет, я хочу, чтобы ты сказал слово». А затем Он говорит слово. «Я был поражен этим, потому что слышал, «Я люблю тебя». Словно это сказал тот, кто сидел в моей машине. И я начал думать, «Это так здорово, что ты любишь меня, и я знаю это». Но я ожидал, что Господь скажет, «Лети в Вашингтон». «Войди в Сенат и скажи». Так говорит Господь. «Одень свою африканскую одежду, чтобы ветер мог развивать ее. И не забудь палку Моисея. Зайди туда в сандалях и нажми «плей» на айфоне, чтобы была музыка». Так говорит Господь. Нет, нет, нет. Бог пытается говорить с нами о том, что Он хочет, чтобы мы делали каждый день со всеми нашими взаимоотношениями, чтобы мы исполнили в вопросах житейских, на которые мы так пристально смотрим. Бог уже сказал вам, что нужно делать. Большинству из вас, возможно, некоторые все еще ищут, но Он уже сказал вам, что делать. Просто начните славить Его и будьте готовы. Знаете, Богу известно, как привлечь ваше внимание, когда это Ему нужно. Но не делайте молитву религиозной. Пусть это будет просто общение. Привет, Дух Святой. Давай поговорим о сегодняшнем дне. Я хочу разобраться, как я справился с этим вопросом. Что ты скажешь? Бог всегда говорит к вам. Если вы знаете, как говорить к Богу, то Он будет говорить с вами. Он всегда обращается к вам, как на дознании, потому что Он хочет, чтобы вы подумали. В отличие от некоторых учителей в школах, Он хочет, чтобы вы думали. Знаете, я говорил с Духом Святым о том, что я только что сказал, по пути домой. И я понимаю, что это может звучать просто, но если мы не начнем проводить время в общении со Святым Духом, то мы будем нечувствительны к Нему. Вы понимаете? Если мы не начнем проводить время в общении со Святым Духом, то мы станем настолько нечувствительны к Его присутствию, что Он будет выкрикивать нам указания, выкрикивать нам ответы, выкрикивать нам условия, но мы не сможем услышать Его, потому что наш Дух будет завален заботами мира, похотью. Это такая простая истина, но если мы не будем делать этого, мы будем связаны с другими вещами, в то время, как Дух Святой будет во все горло кричать. Я знаю ответы, я знаю направления, я знаю, что не так, я знаю, что должно быть так, но ты не слышишь меня. И когда между вами и Святым Духом развивается нечувствительность, то у вас возникает стена между физическим и духовным миром. Он пытается пробиться к нам, но мы не имеем с Ним никакого общения. Обратите внимание на то, что каждый раз, когда мы говорим о причастии, мы говорим о памяти. Когда мы говорим о причастии, мы говорим о памяти. Я просто говорю, помните, что Он там, и что Он реален. Он живой, Он хочет быть на вас. Аллилуйя! Я говорю, что Он хочет быть на вас. Есть еще одно слово, которое поможет вам понять эту часть больше, и это слово «елей». Мы увидим это во время урока. Слово «помазание». Знаете, в расширенном переводе Библии в 1 Иоанна 2 главе 27 стихе сказано, «Прочем, помазание — священное назначение, елей». Слово «помазание» и «елей». Господь говорит, что вы получите елей от Него. Это то же самое, что вы получите помазание от Него. Помазание и елей происходят от одного греческого слова «харизма». Греческое слово, обозначающее помазание, — это «харизма». Но то же слово означает и елей. Я хочу, чтобы вы послушали меня, потому что я не хочу, чтобы, получив елей от Духа Святого, не видели помазания. Это одно и то же. Когда вы говорите, «Я получил елей от Святого Духа», вы говорите, «Я получил помазание от Святого Духа». Вы говорите, «Я получил божественную силу от Духа Святого». Я хочу дать вам практический совет. Возможно, вы говорите, что у вас есть помазание учить, но это не значит, что вы хотите учить. Это значит, что у меня есть помазание учить. У меня есть помазание, чтобы приобретать души. Это значит, что Бог излил елей на вас, чтобы вы приобретали души. Это значит, что Бог дал вам божественную силу, чтобы делать это. И если мне удастся сделать так, чтобы все здесь находящиеся приблизились к святому духу так чтобы он помазал вас на какое-то дело тогда вы превзойдете всех в компании потому что они будут делать это по своим естественным способностям а вы будете делать это по помазанию аллилуйя каждый работодатель должен молиться пошли мне людей с помазанием вы понимаете это итак греческое слово харизма оно кажется мне очень интересным поэтому мы должны взглянуть на него греческое слово харизма переводится как помазание елей и также значит намазывание затмить наследованные качества представьте себе это дух святой смазывает и затмевает точно так же как и с марией когда она была беременна писание говорит что дух святой осенил ее осенил вы знаете что это это помазание представление наследственных качеств когда говорится о наследии то это то что уже есть оно уже есть оно уже в вас в тот день когда вы родились свыше дух святой сошел внутрь вас я должен сказать это до того как разойдемся по домам когда вы родились свыше дух святой пришел и когда он пришел в вас то у вас появились способности делать все что угодно я хочу сказать вам кое-что у вас есть способность ходить по воде у вас есть способность приказывать горам у вас есть способность сейчас сейчас здесь ненавидят это но я скажу у вас есть способность делать все что иисус сделал когда был на земле кто из вас верит в это вопрос не в том есть ли у вас эти способности или нет они есть у вас вопрос в том как найти правильную комбинацию чтобы воспользоваться этими способностями чтобы они сошли на вас и повлияли на вашу жизнь у вас есть ответы на все вопросы они уже есть в вас я хочу сказать вам еще кое-что в ефесе нам сказано то же самое но написано оно несколько иначе благословивший нас во христе всяким духовным благословением и что это это помазание это или и благословен и помазан благословение и помазание вы видите что происходит мы используем слово благословен и благословение в ветхом завете но в новом завете это помазание благословение это помазание благословение это помазание помазание это елей а елей это благословение это одно и то же но в новом Завете сказано, вы уже получили силу через всякое помазание и всякое духовное благословение на небесах во Христе. Да, не в Иисусе, а Христе. Слово «помазание» на греческом звучит как «харизма», а Христос на греческом означает «помазанник». Вы понимаете, о чем говорится? О Боже! У вас есть ответ на любой вопрос, который только возникает в вашей жизни. Он есть у вас. Возможно, некоторым людям нужно еще получить его, но он есть у них. У вас есть ответ на безработицу. У вас есть ответ. Дух Святой знает, где есть работа. Он знает, что вы должны сделать. Он есть у вас. Была одна женщина, которую муж оставил в долгах. По-моему, об этом говорится в книге Ниэми. И они пришли за ее сыновьями, чтобы они отрабатывали долг согласно закону. И помазанник Божий, который являет того, кто живет в нас сегодня, сказал под помазанием, «Пойди и посмотри, что есть в твоем доме на продажу». И она взяла масло и наполнила сосуды маслом и начала его продавать. Она продала масло и заработала деньги, чтобы погасить долг и чтобы жить спокойно до конца своих дней. Ответом на ее долг был помазание. Если нам удастся сделать так, чтобы люди перестали полагаться на мир и на правительство, а начали полагаться на Духа Святого, тогда Он расскажет им нечто более великое, чем то, что чему их учили в школе. Как вы думаете, откуда рождаются идеи на миллионы долларов? Как вы думаете, откуда приходят новые лекарства? Как вы думаете, откуда появляются новые изобретения? Они у вас. У вас. Вы понимаете, что вы ходите с силой, которая во много раз мощнее ядерного оружия и всего остального, созданного наукой? И я хочу увидеть, чтобы хотя бы три или четыре человека прикоснулись к ней. Я хочу, чтобы все прикоснулись, чтобы все сделали это. Но я не могу пойти домой с вами. И если вы больше общаетесь с Уолда, чем со Святым Духом, то вам понадобится огромное посвящение с вашей стороны, чтобы научиться общаться со Святым Духом и быть им помазанным. Но вы должны знать, что в эти последние дни Бог готовится встретиться со всеми, кто рискнет, примет вызов и начнет общаться со Святым Духом. Я должен ценить свою часть, потому что вы должны знать, на что вы помазаны, и не пытаться получить помазание других, потому что ваш елей может быть в другом месте. Вы слышите, что я говорю? Я получаю елей в своем месте помазания. Я помазан делать то, что делаю. Это мое помазание. Это мой елей. Это мое благословение. И по какой-то причине я начинаю забывать о своей части, и начинаю смотреть на часть, к примеру, Бенни Хина, и пытаюсь быть похожим на него и достичь его помазания. Вы понимаете, о чем я говорю? Тогда вы можете потерять чувствительность к тому помазанию, что уже есть у вас, и начнете лезть под чужой елей. Не забывайте, что помазание не для того, чтобы дуть на людей, бить их, и видеть, как тысячи падают. Это очень сильная вещь. Но у некоторых из нас есть помазание, чтобы уберечь кого-то от ада. Но некоторые из нас не знают, насколько помазаны, пока сами не пройдут через это, и не присоединятся к нам. Найдите свой елей. И когда вы найдете свою часть, свою помазанную часть, то пребывайте в ней. На всей земле не будет человека, настолько помазанного в этой сфере. Вот почему мы должны ценить то, как Бог создал нас, и не расстраиваться из-за того, что мы не такие, как кто-то другой. И вот почему вы должны быть осторожны, ведь если вы будете пытаться быть как кто-то, то вы не сможете быть тем, кем вас создал Бог. Знаете, Павел сказал, «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Подражать значит наследовать. То есть, все мы копируем его. И именно так мы растем. Знаете, сын наследует своего отца. И когда он начинает расти и развивать это помазание, этот елей, он становится чувствителен к Духу Божьему. Я могу делать это с закрытыми глазами. Я помазан делать это. Это моя страсть. Я могу делать это даже во сне. Найдите свое помазание. Если все здесь найдут свое помазание, то... Если все найдут свое помазание, то дьявол бы даже не захотел перейти улицу, чтобы подойти к нам. Но вы не сможете найти это место, если не будете тратить время. Должен быть откровенен с вами, потому что вам понадобится провести множество времени с Духом Святым, пока вы не начнете наслаждаться им. Он поведет, направит вас во всякой истине и даст вам источник помазания. Жизнь станет лучше, вы будете счастливы. Все, что вы искали, находится в воле Божьей на вашу жизнь. Но вы должны достигнуть места, когда вы скажете себе, «Если я не помазан здесь, то, может быть, я не там, где надо?» Перестаньте пытаться сделать что-то, чего не должно быть. Уберите это и позвольте Духу Святому направить вас и найти ваше помазание. Помню те дни разочарования, особенно в колледже, когда я думал, «Что я здесь забыл? Что я должен делать?» Я думал, что буду заниматься тем, что не работает, но то, чем я хотел заниматься, также не работало. Мне хотелось заниматься этим, потому что этим занимался кто-то другой, но я не уделил времени для того, чтобы узнать, чем заниматься мне. Когда мы пытаемся узнать, где мы должны быть в жизни, то обычно мы смотрим лишь на то, что уже видели. Но Дух Святой может повести нас за пределы того, что мы видели, и показать нам что-то новое. И я считаю, что это является одним из главных врагов нашей молодежи. Они мало с чем сталкивались. Они чаще сталкивались с подделками, чем с оригиналами. И они принимают подделку, даже не различая оригинала. Мы слишком много времени тратим на подделку, так что нам сложно увидеть оригинал. И эта мысль постоянно сидит у меня в голове. Знаете, что такое подделка? С виду она похожа на оригинал. Очень похожа, не так ли? Но если присмотреться и обратить внимание на детали, и здесь нам нужен Дух Святой, Он поведет и направит нас в этих деталях. Каким-то образом в нашем разуме мы думали, что сможем справиться и без Него. Но я здесь для того, чтобы сказать вам, что это не так. Я здесь для того, чтобы сказать вам, чтобы вы перестали пытаться стать тем, кем вы пытаетесь стать, и перестали пытаться делать то, что вы пытаетесь делать без Духа Святого. У Него есть причина. Если бы вы смогли сделать это сами, то Бог не тратил бы времени зря и не посылал Святого Духа сюда. Но поскольку вы не можете сделать этого сами, Иисус дал помощника, Утешителя, Просветителя Духа Святого, чтобы мы видели, как жизнь идет с Ним. Посмотрите, как вы будете жить с Ним. Посмотрите. О, но ведь если я сделаю это, я должен буду стать настоящим христианином. Да! Да! Знаете, что происходит? Послушайте. Послушайте, вот что делает Дух Святой. Он хранит вас в месте искренности. И если вы выходите из Него, начинаете говорить так, как этого не стоит делать, то знаете, кто первым обратится к вам? Дух Святой.